В эфире Народное славянское радио. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к следующей части нашей беседы, к следующей теме, которая будет у нас не только воду, вот о чем как раз мы говорили с Иваном Павловичем, вот брошюра «Вода», очень здесь хорошо все написано «Жизнь и здоровье», но, естественно, если есть вода, то должны быть какие-то в ней растворенные вещества. А вещества основные, как мы выяснили, это сода в крови должна присутствовать обязательно, естественно, соль должна в нужной пропорции присутствовать и перекись водорода. Вот, основываясь на этих четырех брошюрках, вот так я их руку возьму, чтобы увидеть, мы как раз сейчас и будем разбирать тему, все, что связано с водой и с солью, с содой, с перекисью водорода. Вот, давайте поговорим, насколько эти элементы, мы уже касались первой части, о них, насколько они важны и как соблюдать ту пропорцию, необходимую человеческому организму, чтобы человеческий организм функционировал нормально, чтобы жизнь человека была полноценной. Все дело в том, что мы ведь имеем родственников, те, которые плавают в воде, мы оттуда вышли, рода, и чтобы вам было не показалось это за странным, в некоторых музеях есть скелетики заражающихся человечков, там еще, когда в животике у мамы, по каким-то обстоятельствам жизнь их прервалась, но ведь у них есть хвостики, у них есть вместо легких жабры, вы представляете, что это такое? Поэтому мы с вами, водяные животные, ребеночек, который лежит у мамы в животике, это 98-97% жидкости, и он там плавает, он еще не родился, он уже умеет плавать. Вот почему после рождения человек, прежде чем начать ходить, он должен научиться плавать. Ну это ладно. Затем, с рождения, вода немножко уменьшается в организме, это 94-95%. Когда юноша начинается, где-то там, ну уже не юноша, а ребенок, там 8-7 лет, уже в пределах 90-80, там чем-то. Молодой человек уже где-то там 85-80, взрослый человек в пределах 70-75 жидкости. На 50 килограмм веса у вас 40 с лишним килограмм жидкости. Все речь воды, в основе которой лежит. А с возрастом люди перестают вообще хотеть пить. Я говорю, не хочу пить. Но вода без воды ни туда, ни сюда. И процент снижения жидкости у пожилых людей доходит до 60. Что же вы хотите? Человек усыхает. Волга уже милеет. То же самое происходит и в организме. Вот почему вода – это необходимый продукт. Если вы иногда хотите кушать, вам не кушать надо, вам нужно воду пить. Это первый продукт, который необходим не только вам, а клетке. И поэтому важность этой воды – это огромнейшая. И когда врачи при тех же отеках рекомендуют – не пейте воду. Идите, бегите от таких врачей. Это полная безграмотность профессионалов. Какие там профессионалы? Даже мне стыдно называть такое слово. Это раз. Второе. Морская вода – это солёная вода. И врачи, особенно реаниматоры, когда что-то случается с человеком, вводят так называемый физиологический раствор. А что это такое? Это 0,9% соли. То есть на 100 грамм жидкости у вас должно быть 1 грамм соли. Значит, на 1 литр – это 10 грамм. Крови у женщин где-то 4, у мужчин немножко больше – 5-5,5 литров. Значит, не 10, а 40-50 грамм соли у вас должно быть в организме. Но соли ни в одном растении нет. Есть сладкие, есть горькие, есть там где-то, ну, самые различные, эти кислые. Но соли нету. Значит, соль откуда-то должна появиться. Организм – это атомный реактор, который в тонком кишечнике может вырабатывать из одного вещества в другой. Сложнейший синтез. Физики знают, что при определённой реакции происходит превращение одного элемента в другой. Но при температуре 36 градусов никто ещё в жизни не создавал искусственного такого термогабера. А в скандинавских странах додумались. И вот дошли до того, что посмотрели, что такое молоко. К молоку мы сейчас вернёмся. Так вот, соль – это необходимый продукт. Есть болотов такой, Борис Васильевич. Умнейший человек с точки зрения физики. Но в медицине он не особенный. Я с ним сколько уже говорил и беседовал. Но он правильно советует. Когда вы покушаете, через полчаса, причём кушайте так, как вы кушаете, вы не жуёте, глотаете, у вас соляной кислоты не хватает, вы через 30-40 минут должны взять две купинки соли, пососать, проглотить. Усиливает выделение соляной кислоты. Потому что соль – это натрий-хлор. А соляная кислота – это как раз хлор. А натрия не хватает в крови. Потому что натрий с калием. Натрий удерживает воду вне клетки, а калий задерживает воду внутри клетки. И они всё время между собой там выясняют взаимоотношения. Так вот, всё дело в том, что вот эта соль помогает решить очень многие вопросы. Но это не значит, что постоянно это делать. Организм очень хитрый. Как вообще в жизни всё хитрое? Зачем организму выполнять лишнюю работу, когда есть возможность кто-то, какой-то дядя за тебя будет выполнять? Поэтому будьте добры, когда вы кушаете воду за 10-15 минут до еды, хоть заклепнитесь, во время еды ни одной столовой ложки, тем более компоты, чай, кофе не пить. Минимум полтора, а если мясо, то два литра. Это вас спасёт от очень многих проблем. Можете мне поверить, и работа моих центров. Поэтому соль – это необходимое вещество в организме. Перебаршивать, конечно, нельзя. Откуда взялось 6 грамм соли? Три грамма дают в пищу, когда там, чтобы придать определённый вкус, а три грамма, которые у вас должны быть на столе. Недавно проводился в моём родном институте медико-биологических проблем эксперимент, ну, как будто полёт Марс. Там сидели несколько человек разных наций, и проверялась совместимость разных наций и людей при выполнении вот этого длительного полёта. И там ставился эксперимент. На самом деле, сколько же нужно есть соли? Это немцы делали программу. 6 грамм в 2 месяца изучалось биохимия. Всё, всё, всё. Потом месяц перерыв – 9 грамм. Потом 2 месяца. Потом месяц перерыв – ещё 12 грамм. У меня там сотрудники, которые были в этом эксперименте, я добивался от них ответа, каков результат в отношении сколько надо есть соли. Ответа нет. Немцы почему-то там, хотя это эксперимент, что в Арсении должны были всё здесь оставить, а Всемирная организация здравоохранения просто взяла на основе природных таких 6 грамм. Обоснований ни у кого никаких не было. Сейчас пока так 6 и осталось. Значит, 3 грамма, которые есть в пище, там хлеб, что там, что ещё, а 3 грамма – это у вас должно быть на столе. Конечно, я знаю людей, которые просто ложками едили соли. Иван Павлович, мне не хватает соли. Ну и пусть едят. Потому что каждый организм работает по-своему. Мы в космонавтике столкнулись с тем, что у человека 44 пульс. Нельзя ему лететь. Почему? А у него 44, а спит он там и вообще меньше 40. Его индивидуальная особенность. Анохин, лётчик-испытатель, вы знаете, у одного глаза не было. Нельзя ему лететь. Почему? Он совершенно спокойно летает на самолёте, с одним глазом ориентирован, не теряет, всё нормально. Почему? Фертистов работал в очках. Нельзя лететь. Почему нельзя? Ну, во время взлёта-посадки, ну, спрячь, положить там очки куда-нибудь. А там работай. И вот такие особенности, оказывается, всё время ставят препоны для тех и иных людей. Поэтому перебору в любом случае – это вреда. Но опять это индивидуальная особенность, индивидуальное качество. То, что касается перекиси. Сейчас вот я уточню. Вот эти все книги – и вода, и соль, и сода, и перекись – они все идут с одной такой оговоркой – мифы и реальность. То есть здесь, получается, разоблачаются мифы и даётся то, что реально во всех этих книгах. Конечно. Получается так. У меня все книги. Мифы – это то, что сегодня придумано искусственно, а реальность – это то, что на самом деле должно происходить. Проверено, да? То, что уже… Конечно. Так, с солью разобрались. То есть соль – это получается необходимое вещество в крови, благодаря которому, в принципе, ты и живёшь. Идёт нормальное, фактически, проходение всех энергетических и биохимических реакций. Так, и вот сода и перекись водорода ещё. Ну, в отношении соды я уже сказал. Сода – это основной элемент в крови. Без соды мы опять никак. Это сода, щелочной вот этот баланс, кислотно-щелочной равновесии. Это поддержание щелочной среды организма. У нас две ипостаси в организме – кислая и щелочная среда. Биохимики прекрасно знают, что в кислой среде активируется любая патогенная микрофлора. Любая, включая вонкоклетки. А в щелочной они все, хотел сказать, подыхают. Все они умирают. Значит, нам нужно поддерживать щелочную среду. Откуда берётся закисленная среда? Вот воду, когда вы пьёте, во время после еды, кислотность проникает туда, в желудочный кишечный тракт. Мясо вы едите – это 2-3 кислота. Это сильнейшая кислота – чужой продукт. И организм вы кушаете. Кушаете. И организм после еды, за счёт резервных возможностей, пытается как-то его нивелируть и подтянуть хотя бы до 5-6 pH. Сегодня резервы все используются, завтра, послезавтра. А что потом? А потом очень плохо. Говорят, в Средней Азии без мяса жить не могут. Но вы же видели, там сколько шурумбуром у них на столе. И укроп, и сельдерей, и там лук, и кинза, и всё что угодно. На кусок мяса они съедают 3-4 раза больше вот этой живой пищи. Действие этого мяса гораздо слабее. Но ведь там мясо совершенно другое. Там мясо, которое только что бегало. А это мясо само по себе способно на 50% там есть фермент, который переваривает мясо с травкой. И эффект от этого мяса почти, ну, мизерный с точки зрения бреда. Но вы же берёте мясо, которое в магазинах. Я вам открою секрет. Нормальное мясо убойных скотов заключается в том, что эту животину подвешивают, и с неё должна быть стечь кровь. Когда животное убивают, даже свинья, коза, корова, они уже задолго знают, что их идут убивать. И происходит своего рода стресс. Страх. А это вызывает само собой выделение такого яда, как кадаверин. Кадаверин это называется трупный яд. И вот кровь у животных у этих стекается полностью, и это в крови содержащий страх, он вытекает. Чуть-чуть ослабляется вопрос в отношении влияния этого страха на людей. И потом это мясо. Не так давно аргументы и факты опубликовали. Колбасный яд. Колбасы, которые вы видите на витрине, причём в разрезе один и тот же фактический цвет, это действительно колбасный яд. Это самое настоящее отравление вещества. Тем более госты, которые до недавнего времени существовали, их сегодня нет. А Нищенко, главный санитарный врач, он тоже для начала Киргизский медицинский институт, но немножко раньше. Умный был. Старался поставить заслоны и сохранить эти госты. А где сегодня госты, где Нищенко? Ну, хорошо, хоть нормальную должность имеют. Но гостов-то нет. И каждый там делает всё, что угодно. Я ничего не придумаю. Сам читал аргументы и факты. Колбасный яд. Журналист утроился. Месяц в этом дичайшем цеху он работал. А вы давитесь, ходите, покупаете эту мертвечину и хотите после этого быть здоровым. Так вот, вопрос в отношении сода помогает как раз нивелирует вот эту кислоту, которая в организме приводит к тому, что это является одной из главных причин вашего заболевания. Как оно называется, не играет никакой роли. Поэтому эти не шутки. И когда сейчас официальная медицина меня уже упрекает, что я содой травлю людей, что это язва, что это чуть ли не там уже смерть, это абсолютно безграмотность, профессионально, я ещё раз повторяю. Вы заметили в самом начале, я говорил, для меня авторитетов нет. Для меня только то, что делает человека здоровым. Я могу простить любую слабость любого человека, но только, чтобы он, выполняя свою роль, не вредил человеку. И так, они же принимают ещё заповедь такую, не навреди. Гиппократ якобы так говорил, да он в гробу перевернулся бы, потому что он считал, что природа, травка, покушать в своё время, отдых, движение и всё прочее. А сегодня всё переводят на искусственный язык. И сегодня вас кормят, трудно сказать, нормальной пищей. И, кстати, сказать в отношении пищи. Всё то, что является мукой белого помола, мелкого помола, это белые продукты. Кондитерские, все изделия, безотносительно. Это всё для вас смертельный яд. Особенно для детей. Чем сладше во рту, тем горше ваш язык. Запомните. У меня вышла книжка. «Испытай силу приправ и будешь здрав». А эти приправы у вас в огороде, у меня 60 книжек написано. Каждая травка настолько полезна, что не надо никаких аптек. Даже вот вышла книга «Мокриться и сныть». Мокриться садоводам. Как она надоедает, сколько вреда. Но там же противодиабетическое, противораковое средство. Прочитайте эту книжку. Вы поразитесь, что рядом у вас под ногами. Зачем идти в аптеку? Это то, что касается сода. Ну, о перекиси я уже устал говорить. Но это безграмотность абсолютно врачей. Она вырабатывается в тонком кишечнике. Вместе с элементами иммунной системы. Три четверти, которые там. Из атомарного кислорода образуется, из молекулярного, атомарный кислород. Атомарный кислород – это мощнейший антиоксидант. А оксидант, в переводе на русский язык, это вещество, которое дотисляет продукты, которые вы не докушали. Вернее, не переработали. Ну, вот вам пример. Вы сидите и кушаете дома, да? У вас после еды крошки остаются, остатки пищи. Вы куда их сметаете? Идет дёрочка, потом мусоропровод. То же самое происходит в организме. Из употребления жидкости во время еды у вас околкислы образуются, недокисленные продукты, которые являются одним из элементов создания свободных, так называемых, радикалов. Эта клетка с одним электроном, где вот второго не хватает, она очень прожорливая. Она начинает есть не только плотие клетки, но и здоровые. Всё подряд. Кстати, академик, так называемый Скулачёв, стал, не обратил, а обделил войну этим, свободная радикала. Придумал какие-то ионы, борьба со старостью. Бред! Какая борьба со старостью? Борьба со старостью не нарушает законы природы. Без свободных радикалов мы жить не можем. Осколки всегда остаются. Они там определенное количество должно быть. Это заложено на природы. Вот другое дело, когда их там больше становится, вот тут они уже начинают звереть. Тут уже возникает разная болезнь. Так вы же не нарушаете. Хорошо прожёвывайте, не пейте воды, дайте нормальную цеху работать. Отсюда и до конца, и проблемы все исчезают. И перекись водорода. У меня одна пациентка написала, не написала, позвонила, сказала, Иван Павлович, я вам благодарю. Каждый день молюсь за ваше здоровье. А что так? Я вашу перекись водорода употребляю. А что вы делаете? Вы сказали, по одной капле на один стакан. Я говорю, ну и что? Так я пью уже 2-3 года в стакан одну каплю 3% перекисью. Я упал. Понимаете? Я ей доложил информацию, что одна капля перекиси, как гомеопатическое средство, оказывает такой эффект. Потом там от 1 до 10, а я иногда каплю 20-30 и не считаю. Но чтобы на пустой желудок, чтобы там не было пищи, потому что будет неприятности. Пожалуйста. Но помешали все, нужно делать внутривенно. Но один врач, что этого не хочет и не может делать, а министр здравоохранения дал специальное указание, никаких внутривенных, никаких приемов, только наружу раны промывать. Додумалось тоже министр здравоохранения. А американцы сегодня уже на государственном уровне вводят внутривенно перекись. Но правда там более очищенная. Она более дороже, но очищенная. Ну а я говорю, а что вы помешались на этой вине? У нас есть начало кишечника и конца. Ну вначале, ладно, тут давать очень плохо, можно сразу же вглубь попасть. Но в другой конец можно делать клизмы, можно делать микроклизмы. А в этой средней части тела там ох много женских и мужских проблем. Вы делаете микроклизмы, берете стакан воды, тепленькой, и туда одну вначале чайную ложку перекиси, и груша такая, микроклизмы. Очистить предварительно прохладной водой этот кишечник, там на сантиметров 10, где прямая кишка не делайте. Причем один раз сода сделайте, второй раз сода с этой перекисью. Кто вмешает клизмы? Но пожалуйста, только перекись водорода действует 10-15 минут. Если вы открыли, пузыречек держите, там скоро образуется вода. Есть такая пластмассовая, чтобы как прикрытая. Это долго там будет держаться. Вылили, посмотрели и закрыли. Для сохранения его. Я против различных клизм. Сегодня возведена гидроколонтерапия в рамках подготовки специалистов. Что только хирург должен все это делать, проктолог, а терапевт не имеет права это делать. Это же дикость какая-то. Деньги там нужны. Так все дело в том, что вот это промывание просто кишечника, промывается только толстый кишечник. А тонкий-то остается грязным. А это тот микромир, от которого зависит вся наша жизнь. Поэтому сода вы пьете, то, что я говорил, отсюда, и делайте еще клизмы. Одна столовая ложка на воду, только она должна не прохладная, даже не теплая, чуть-чуть погорячее, но не хитриток, конечно. Толстая кишка. Там PH 8,5-8,9. Ни в одном органе такой щелочной среды нет. А толстая кишка у вас, она связана со всеми органами человека. Где бы то ни было, каждый отдел кишечника связан с определенным органом. А он у вас, как это называется, усталевая, футировка. Он у вас забит вот этой гнилостью микрофлорой и брожением, которое началось еще с рта. И все это там заляпано, и кишка сама по себе уже не может, как червяк, сокращаться. А вот сода отмывает от этой грязи, и все выволакивает. Первое время из вас ошмотки, черноты будут выходить. Вместе с колонной камнями, кстати. Там они тоже образуются. И вот это все, это нужно делать и нужно знать. Отсюда и книга Медицина здоровья от космического врача. Она должна быть у вас как энциклопедия на столе. Я даже, знаете, там немножко с хулиганил. Это он написал. Если вы на кухне сидите на врача и на 30-60 градусов провернулись, у вас на кухне есть все, чтобы быть здоровым. Только надо еще включить сознание. Там движение, еще кое-чего. И проблемы с здоровьем у вас не будет. И даже если у вас какие-то есть скворобы, они медленно, потихоньку куда-то уходят. Все зависит от вас самих. Вам никто не поможет, кроме самих себя. А книги, которые вот мои выпускаются и есть, это слишком серьезная вам подпорка. Вот даже касается молока. Основной продукт пожилых людей. У меня есть друг Николай Николаевич Дроздов. Книга начинается, а так называют, молоко или кефир. Из подслушанного разговора неумывательно с Дроздовым Николаем Николаевичем. Иван Павлович, Николай Николаевич, вы не знаете, почему все взрослые млекопитающие во взрослом виде не употребляют молоко. Николай Николаевич, Иван Павлович, да они же умные животные. Они не нарушают закон природы. Я говорю, Николай Николаевич, а как же люди? Николай Николаевич, точки, точки. Он не мог, этот корректнейший человек, который в жизни никогда не лез за словом в карман, не мог найти, как эти двуногие животные, называемый человек, нарушают законы природы. Молоко – это святое. И программой заложено, что это молоко содержит все, чтобы программа человеческая заложена, она начала действовать до определенного возраста, пока лактация у мамы не прекратится, или у бога животного. А после этого вступает механизм, запрещающий использовать это молоко. Не только чужое, но даже собственное. Там образуется молочный сахар. Вот этот молочный сахар, есть лактоза, а есть лактаза, фермент, который его разрушает. Вот у мамы, с прекращением лактации, лактаза исчезает, ее нету, и молочный сахар становится ядовитым продуктом. Но потом организм уже не может все время жить с отравляемыми веществами. Так называемая галактоза, или галактаза, это фермент, который начинает разлагать вот этот молочный сахар. Но образуется очень вредное вещество. И скандинавские страны, ученые нашли, что вот это отравляющее вещество способствует возникновению заболеваний и процессы старения с вытекающим отсюда последствиям. Оказывается, одна треть людей не переносят это молоко. У них это вопросы в отношении аллергии, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Официальные медицины считают их больными. А три четверти кое-как справляется с молоком. Официальные медицины считают здоровыми. И по законам статистики они так и поступают. Так оказывается, что та одна треть, которая не приносит молоко, придержится закону природы, именно они здоровые люди. А три четверти больные. Которые даже непонятно, почему они начинают заболевать. почему у них остеохондроза, атеросклероза и все прочее. Молочный сахар, который в результате этой галактазы превращается в своеобразное отравляющее вещество, с которым организм уже справиться не может. Но оказывается, в кисломолочных продуктах уже вот этого молочного сахара нету. Да хоть запейтесь. И вот вышла книга, она 10 марта должна быть, я должен взять ее еще в Дом ученых, там написано, что с помощью кисломолочных продуктов того же творога и того же льняного масла можно не только протилактически, но и оздоравливать человека от рака. За это одна мадам в Европе должна была получить Нобелевскую премию. Тысячи больных она вылечила. И сегодня в Испании есть такой центр и в Германии, а я там часто бывал и бываю, там есть такой центр. Попасть туда практически невозможно. А я в книге все это описываю, что вы должны кушать из молочных продуктов, чтобы проблемы у вас не было. Даже гречную кашу с кефиром две столовых ложки вечером промыли, залили кефиром и утром сырую гречку с кефиром съели гречневая диета. Прочитайте книгу, я вам все не могу все рассказывать. Это почти 400 страниц. Там что-то нужно было написать. Вот вам касающийся и в том числе такого продукта, без которого вы жить не можете. Я заканчиваю эту книгу тем, что опять говорю у Николая Николаевича. Ну как же так? Он говорит о том, что механизм до момента лактации мамы прекращается, а затем вступает механизм, запрещающий принимать молоко. Моя мама говорила, что жизнь прожить не поле переехать. Жизнь это трудная и сложная работа с определенными ограничениями. Вы знаете, например, хорошо правила уличного движения. На красный цвет не ходите. Один два раза можете пройти, а потом вы или сократите жизнь, или прекратите ее. Если вы вспомните свои детские годы и с удовольствием выпьете стакан натурального, да еще порно молока, то начинайте читать книгу сначала. Ну, с хулиганием. Но книга на этом заканчивается. Подумайте, нужно вам это или не нужно. Я не говорю, что тоже кофе нельзя выпить, с друзьями там побалдеть, где-то на лоне природы, где-то молоко выпить, стакан вспомнить там детство. Но это не должно превращаться в систему, потому что вы разлаживаете эту резервную систему, в которой есть все. Своя полиция, милиция, МЧС, там ремонтная бригада, там все есть. Но эти ремонтные бригады работают ночью, при мелатонине, о котором я уже вам говорил. А после кофе мелатонина нет, вы больной человек. Вам это надо? Понятно. Я хочу в заключение просто нашим зрителям еще сказать, что вот эти книги мы показываем не просто так, а для того, чтобы вы знали, куда обратиться, в том случае, если Иван Павлович недосягаем для вас. Естественно, что он недосягаем для всех миллионов наших слушателей, наших зрителей. и хотите себе помочь? Вот есть книги, написанные этим замечательным человеком. Пожалуйста, их читайте, они должны быть у вас. Вместо лекарств в каждой аптечке должны быть эти книги. Вот, в принципе, это я и хотел сказать. Народная Славянская Радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова